всем привет друзья сегодня у нас распаковка китайского товара и не просто распаковочка а так сказать назову видео наверное как сделать из мобильного телефона универсальный пульт управления электроникой для того чтобы у нас появился наш универсальный пульт либо телевизора либо еще от какой-либо электроники нам нужен первую очередь телефон из нашего телефона мы сегодня сделаем пульт управления телевизором но также поищем еще что-нибудь на что еще все что управляется от и к порта так вот такой вот сигнал идет от него все что от него управляется сегодня будет управляться у нас телефона а поможет нам в этом китайский гаджет вот такой вот называется данная вещь называется данная вещь это mobile smart remote контроллер то есть умный мобильный пульт скажем так штучка такая стоит рублей 200 на алиэкспрессе заказать может любой без проблем работает она на андроиде не знаю точно работает ли на ios но точно работает на андроиде здесь же у нас имеется ссылочка на программку управление данным данным девайсом а программка у нас называется tasago можно просто вбить в поиски tasago либо воспользоваться сканом штрих-кода и перейти по ссылке и так распакуем наше сей чудо так и так и что мы видим на нашей упаковочке а то что наши китайские друзья нам утверждают что наш телефон сможет управлять телевизором кондиционером приставками фотоаппаратами проекторами и фенами на управлении с пульта конечно это все очень многословно ну если говоря значит надо проверить так здесь мы еще имеем мануал на котором также имеется ссылка на скачивание и демо ну скорее всего видео с демонстрацией остальное все на китайском языке переводить не буду не доучился в школе на китайском и так мы имеем джек три с половиной вот такую вот мультяшку выход и к ну и индикатор красной лампочки вот здесь у нас находится который нам сигнализирует что передатчик работает и так втыкаем в наш разъем три с половиной джек и вот в принципе получается типа пульт ну допустим во все можно верить но надо все проверять так вот так вот это приложение называется tasago smart скачать его можно на плой маркете вообще без проблем заходим наш и что мы видим так длительное прослушивание не важно нам ну вот как я понимаю add добавить контроллер добавляем контроллер то есть нажимаем добавить контроллер далее у нас написано tab то есть что мы будем искать в первую очередь мы найдем наш телевизор так телевизор так далее чтобы нам ускорить процесс поиска выбираем нашу модель в данный с в данном случае наша модель philips нажимаем philips как вы видите модели телевизора здесь очень много их просто не пролистать его пролистал но их очень много тут и китайские модели есть короче что я могу сказать то что когда куча моделей все равно у них сигналы совпадают поэтому даже многие вот вот каждую букву штук 10 тут точно есть и что могу сказать под каждую модель может совпадать сигнал так что может когда вы общий поиск нажмете без модели вот например я выбираю свою модель philips да а вы например не будете выбирать просто выберите телевизор и кнопку принципе можно не выбирать просто выберите телевизор и нажмете скан здесь будет около 900 моделей и кнопок и он начнет искать нажимая philips я ища по своей модели я могу найти около 16 клавиш управления так вот поиск наш пошел сейчас мне направлено на телевизор сейчас он скорее всего включится индикатор телевизора отвлекается на нажатии так наш поиск прошел но к сожалению телевизор не включился да и ладно нажимаем а д д то есть добавляем его ну давайте добавим сразу подпишем мой также можно любой другой еще добавить так добавляем телевизор вот мой заходим вот сюда нажимаем open remote то есть открыть управление и видим у нас тут появляется пульт это у нас включить тебе в полностью функциональное меню с управлением далее звук плюс-минус каналы выключить звук и также можем переключать каналы используя клавиши я считаю все очень удобно более другими клавишами я даже не пользуюсь если так разобраться самые нужные клавиши у нас есть прямо в телефоне так ну что еще проверим да как это все работает так сейчас переставлю камеру в направлении телевизора и начнем смотреть как наше сей чудо работает и так направили на телевизор нашу камеру сразу говорю что может кнопка не сработать так как я буду его держать наверное вверх так что может сигнал ровно не поступать но все же может все будет хорошо и так сейчас отдалим чуть и так вот наше включение не катит так нажал включение включился наш телевизор так далее воспользуемся а в тв так все мы можем переключать наши а в выходы возвращаемся на тв так далее я считаю очень полезная вещь это меню вот меню и управление меню заходим меню и так нажимаем меню выявился косячок то что мы можем передвигать все в меню но воспользоваться меню мы не можем у нас нету клавиши ок а кстати можно попробовать так нет так к сожалению мы не можем пользоваться меню очень обидно конечно досадно что она есть на им не воспользоваться но возможно на других телевизорах можно воспользоваться им потому что у меня идет например меню отдельно а вот посередине а меню отдельно но у некоторых ок есть меню то что можно управлять а и а выход на exit есть такие телевизоры ими можно будет пользоваться так ну что еще показать звук так потух наш телефон так звук звук есть звук убавили переключение каналов так выходим из меню переключение каналов есть так россия так чуть-чуть звук обрываем так нажмем тональный режим и выберем 12 канал все принципе 12 канал выбрался функционал все-таки у нас есть какой никакой с тем что это универсальные пульты подходят большинству моделей я даже не побоюсь слова к очень большинству моделей я думаю вещь неплохая так выйдем сейчас из нашего так выключен телевизор выйдем из пульта сейчас добавим еще другой пульт у меня тут мысля назрела сейчас подключим фотоаппарат чтобы у нас было не просто мол телевизоры работает но и камеру проверим так секунду оставайтесь так удаляем нашу камеру косячок наш так добавляем камеру по новой так заходим камера так мы выбрали верхнюю давайте выберем нижнюю так идет поиск так сфотка у нас фотик далее заходим тогда не будем сохранять пока просто проверим так проверяем так и опять у нас пролет кроме флеша нам ничего не выбрать ищем вот пятая клавиша заходим в пробу все смотрите фишку и так вот делаем сканирование да вот у нас пошло сканирование 1 2 3 4 5 6 7 вот у нас прошло сканирование но наш пульт не работает вот видите пульт не работает так выходим из сканирования вот здесь можно выбрать клавишу то есть сделать обратное действие раз и вот 5 вот видите на пятую клавишу у нас все фотка значит цифра 5 это у нас рабочие давайте сразу пульт добавим добавляем камера canon добавить заходим вот зашли в нашу камеру и все все мы имеем пульт от нашей камеры итак напоминаю что одно видео назад был розыгрыш электронного кальяна ссылка будет в описании на видео можете перейти под видео даже несмотря его можете поставить последовательно цифру и будете участвовать в розыгрыше электронного кальяна ну а с вами был я борис фамилия у меня давыдов можете поставить если хотите на это видео лайк но вот наш пульт универсальный все элементарно просто живите с китайскими гаджетами не тратит много денег в принципе китай не так плохо но нужно быть осторожным при покупке всем пока всем удачи давайте а кстати забыл сказать почему не было так долго видео просто если бы если вы заметите я переехал и тут короче у меня пока все печально так что если будет задержка с видео не серчайте скоро начало проекта автозвука ну и все китайские товары наши любимые также заказал несколько интересных электронных девайсов которые я думаю вам понравится и покажу несколько вещей которые можно сделать самому короче увидите следите за каналом всем пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok